Обращаются в ближайшие травмпункты и больницы. В этом году вдвое больше жителей области пострадали от укусов клещей, чем в прошлом. Многие уверены, что самый действенный способ защиты от болезней, которые разносят паразиты, прививки. Так ли это на самом деле, разобралась Ольга Кузакова. В длину не больше полусантиметра, а хлопот может доставить огромное количество. В центре профилактики клещевых инфекций только и успевают принимать пациентов жалобами на укусы паразитов. В Иркутске за последнюю неделю 2000 таких случаев. В этом году в нашем регионе их вообще в два раза больше, чем в прошлом. А значит, риск заразиться клещевыми инфекциями гораздо выше. Самый опасный энцефалит может привести к поражению центральной нервной системы. Но есть возможность снизить риски сделать прививку. Вакцинация проводится круглогодично, но оптимальные сроки для проведения вакцинации это с ноября по апрель месяц. Для того, чтобы успел выработаться иммунитет. Первичный курс вакцинации представляет из себя две вакцины с интервалом один месяц. На следующий год вакцина вводится однократно. Затем ревакцинация каждые три года. Если соблюсти все сроки и этапы вакцинации, то гарантия 99%. Нарушение графика снижает эффективность вакцинации. Те, кто хочет перестраховаться, могут сделать анализы, которые покажут, сформировался ли иммунитет. Остальные болезни, которые разносят клещи, предотвратить нельзя. Можно ли лечить антибиотиками только по факту их обнаружения. Исследования, которые проводят в этой Иркутской лаборатории, показали, что 16% образцов клещей носителя боролиоза. Касательно других болезней сейчас даже нет конкретных цифр. Всего на территории Иркутской области клещи могут переносить пять форм инфекционных заболеваний. Это всем известный вирусный клещевой энцефалит, это клещевой боролиоз, клещевой сибирский тиф, эрлихиоз и анаплазмоз. Три последних заболевания относятся к группе рикетиозов. И, к сожалению, меры специфической профилактики, то есть иммунизации, они разработаны только в отношении вирусного клещевого энцефалита. От него в обязательном порядке прививают тех людей, которые будут длительное время находиться в лесу без справки. Их просто не допускают до работы. Но общая статистика оставляет желать лучшего. Всего в Иркутской области привиты не больше 10% населения. Удивительно, но в 21 веке сами медики самым эффективным способом для защиты от клещей называют правильный подбор одежды и элементарный визуальный осмотр после прогулок на природе. Ольга Кузакова, Сергей Полянский, Владимир Пинаев. Новости по будням.